Вениамин Кондратьев добавил, что в этом году на Кубани будут работать более полутора тысяч детских санаториев и лагерей. При этом предложат не только традиционный отдых на морском побережье, но и в предгорных районах. Появятся и новые не просто туристические, а образовательные маршруты. Такой формой отдыха будет охвачено свыше 400 тысяч кубанских мальчишек и девчонок. То есть вот уже мы запроектировали, что 400 тысяч поедет именно не на море, а поедет в эти лесные лагеря. Для нас важно было, чтобы дети не только путешествовали, но и получали новые знания, приобщались к истории родного края, ну и, конечно, прониклись духом патриотизма. Мы делаем маршруты победы. То есть вот там, где наши войска наступали, там, где были бои, сватки, это эти маршруты героев, где по нашим горам, где шли бои сжиточенные, то есть они смогут в летний период перед отдыха проходить. Отдельное внимание уделят детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Такие ребята, это почти 100 тысяч человек, также отдохнут в кубанских лагерях. На совещании затронули и вопросы безопасности. Вениамин Кондратьев попросил глав других регионов заранее предупреждать о группах детей, направляющихся отдыхать на Кубань. Обращаясь к коллегам-губернаторам, вот группы, которые выезжают с ваших регионов, и, пожалуйста, мы письма уже всем разослали, вы предупреждаете нас, и мы письма указали, что Роспотребнадзор Краевой, о том, что ваши группы выехали, чтобы мы не снимали потом группы из различных субъектов с гор или на диких пляжей, потому что мы даже не знаем, что они к нам заехали. Вот здесь мы попытались путем рассылки писем организовать систему взаимодействия, чтобы мы понимали, что это наши общие дети. Не могу этого не поддержать. Если кто-то куда-то выезжает на территорию другого субъекта федерации, руководство этого субъекта федерации, если речь идет, конечно, об организованной группе, а не о выезде с родителями, должно знать об этом. В противном случае невозможно контролировать, что происходит, и, скажем прямо, невозможно помочь в случае возникновения необходимости. Дмитрий Медведев также добавил, что в этом году из федерального бюджета в регионы на софинансирование детского отдыха направили больше 4 миллиардов рублей. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.